Спасибо. Спасибо. Сейчас, минутку. Доброе утро, брат. Доброе утро. У нас работа сейчас вот так вот. Сейчас уже должна по технику подходить. Поэтому мы будем торопиться. Это кто-то давал или как? Да. Ну вот видишь на вас, как надеются. Людмила Анатольевна. Значит, ты записывай, сколько банок каких. Уже сейчас не разберешься. Записано. Записывай. Уже отдаю. Все отдавать. Банки, банки мои. У меня свои банки. Никогда никому ничем не должен. Не должен сегодня. Лагерные 4. Я верну лагер. Дай бог, перед долгах. Это считается очень нехорошее дело. Еще долго так. Ждать некогда нам. Еще вот это. Ну вот даже в другой комнате даже. Женщины как. Женщина тормоз. Везде женщина тормоз. Она не помощница сегодня в подлинном смысле. Все время задержка, задержка, задержка. Женщины взятых при любодеянии. Привели ко Христу. Доброе утро. Доброе утро. Слушай, не дождешься. Это не годится. Большой опрос прошел в Англии. Десятки, а может сотни тысяч. Какое качество хотели бы у жены? Я вам говорил об этом. Все ответили, чтобы собиралась побыстрее. То есть это беда во всем мире. Переломи в один день. Ты должна быть готова как мужчина. Нигде не написано, что Христос ждет женщин. Нигде. Они опережали мужчин. Вам понятно, что говорю? Да. Почему вокруг Христа были женщины, ни одной опоздавшей. А мужчин сколько было? И тех, которые иуда там. Впереди женщин ни одной иуды не было. Вот вы подражайте этим. Я говорил вам на свадебном. Акила и Прескила. У них находили все приют. Значит, вчера Виктор зашел и сказал, бумага определенная нужна. А ты знаешь, как это режется. Значит, посади жену, чтобы резало. Всегда было. Так вот, смотри, сколько даем сразу. Положи еще. Так, положи ему на руки. Вот. А ты это передожи мне как надо. Резать нужные бумажки у вас всегда все будет. Почему у нас нагель есть? Потому что мы работаем с утра. Сегодня я ему разгон дал. Все. Положи, поняла? Это принадлежит вам. Складывай. Хорошо. Положи пока, покажи. Сейчас скажем. Здесь я буду говорить. Положи пока. Просто так. Брось. Мы не можем где-то участвовать, помогать вам. Потому что мы супер заняты сейчас. Техника идет. Нам бы человек шесть, если было. Который лес вален. Это не игрушка где-то. Ну, я не говорю уже о том, чтобы вы не забывали в молитвах. Мы вас не забываем. Я коротко сегодня расскажу сон. Я ребятам рассказал. И увидел я змея. Выползает. Ну, таких у нас змеи нет. Это заграничная какая-то такая. Южных народов. Такая полосатая. Я подумал выжигать только огнем. Больше никак ее. Она сразу раз, голову спрятала. Проходит какое-то время. Я повестил. Гляжу, люди начинают передвигать. Это как что-то тянут. И вместе с гнездом тянут змеи. Говорю, вы что делаете-то? Это же надо разобрать. Я гляжу, а там три. Те две больше ее. Две змеи. И на меня я вижу, что тут ничего нельзя. Я пытался ногой пнуть. Она быстро среагировала. И никаких. Это настолько ярко. Я могу просто картину показать. Сон ему верить нельзя. Но намек бывает дается. Вот. Ну и что же делать-то? Тогда я не стал еще делать. Стул подвинул. Сел на него так. И гляжу, они до того умные. Понимают даже я мысли. Я слух мысли выражаю. Скажите, а вы знаете силу крестного знания? Они глаза на меня вытаращило. Слушайте внимательно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И они сразу сгинули. И больше их нигде нет. Первое, что я проснувшись, встав на молитву ночью, стал спрашивать. Господи, а почему три змеи? В первую очередь я подумал, вот они рядом стоят мои. Пришел, утром дал разгонам. Там грязно, тут не мыто. Когда термоса не вымали, я начал полный разгон. Но я-то не знаю, я предполагаю. Это неплохо. С сегодняшнего дня подметать будут, мыть палубу, как корабля у нас железный. Второе, я стал искать, где какое соответствие может быть трое. И дальше уже начинаю, я должен оповестить, что это мне предупреждение. Если мне предупреждение было, и я не обратил внимания, я буду наказан. Я вам сказал. Вы знаете силу Крестного Знамени. Еще когда мы познакомились там, я с Виктором много говорил. И вам. У меня записано там в ролике-то. Первое, единственное условие, я говорю, самое главное, никогда домой не возвращаться, если приедете в Россию. Видимо, засмеялись и пропустили мимо. Потом я это сказал и здесь. Это из ума выкинуть. Вы помните, у нас приезжал очень важный человек, для меня только, Степаненко Максим. Председатель, бывший теперь уже, председатель миссионерского отдела Томской епархии. И он уговорил на костре о мужчинах-подкаблучниках. Кого любят женщины? Женщины любят те, она интуитивно чувствует, над которым она может командовать. Прижать его тогда будет. Сохрани Бог. На эти разъезды, когда вот бывает где-то, уехала Наталья с концом. Вот у нас уехали эти с концом. Все, уехали. Ревекку сосватали, она больше никогда не рыпалась поехать домой. Никогда. Ни мы это не считаем, нигде, ни в одном месте. Это Руфь пришла, молитвский народ оставил, она даже нигде в Библии намека это нет. Почему? Теперь глава, муж. Ни одного обещания, ни одного письма, ни одной встречи в скайпе, нигде без ведома мужа. Пока он аминь не поставит. Потому что сатана столько наворочает, что ни брак не значит ничего. Почему? Потому что сатана главный будет. Первый человек, который с сатаной завел разговор, кто была? Женщина. Ей муж не нужен. Где он был в это время лопоухи? Куда он ушел? Адам. Ну умираем-то уже не в Еве, а в Адаме. Потому что грех падает на него. Почему ты ее одну оставил? Какое она имела право разговаривать с ним? Зачем? А кто это? Это может быть мать? Может отец? Может тоска по родине? Тоска еще что-то. Что угодно. Тоска по греху. Где мы там что-то не дохлебали. Я это очень хорошо знаю. Я живу внимательно и все это записываю где-то. Я пришел просто предупредить. Молитесь вместе. Жену загрузи под завязку, чтобы минуты свободной не было. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Он там кует во все лапы. Во все копыта только стучат. Ни одной минуты, чтобы свободу донес. Она полуживая подползала к вечерней молитве. И рожать детей больше надо. Второе условие. Детей больше. И тогда некогда будет дурить. Я, понимаете, если я сказал, ты обращай на меня слова внимание. То, что я говорил там, я говорил здесь. И говорил еще по скайпу. И здесь сказал один раз. Вас приняли как должно. Что могли, сделали. Я даже сказал Виктору вчера такие слова, которые не по моим силам. Он говорит, я возьму долго, а как не думай. Но если я узнаю, хоть один шаг будете делать на путешествие, тратить ни копейки. Все сполна вернуть. Потому что у меня нет ничего. Я не хочу, чтобы мы питали вокзалы, аэрофлоты там куда-то, где-то. Помолитесь. Мы молимся об этом. Что это сатана. Это сатана смущает души человека. Я просто увидел это дело. Это три змея рядом будут. Папа и мама. И дочка. Или вот эти три. Это что-то еще проявится где-то. Что видели? Обрати внимание. Я не предсказываю, но контуры уже начинают в тумане прорисовываться. Муж-глава. Ничего позорнее нету, когда муж подчиняется злой жене. Он делается более злей, потому что он умнее. И зло в нем, он соединяет ум со злобой женщины. Переговорить. И на этом все. Скажите, вспомним, что дальше было говорено, что дядя Игнатий говорил. Я опасался и не зря. И здесь дело уже не только в средствах. Здесь речь будет идти полностью о браке. Игорь, когда приехал, что Марине сказала? Она покрутилась бородой, куда он сказал. Едешь в Магадан, обратно возвращаешься. Назад ухода нету. И все заглохло. Теперь секретарь общины. Ты ведь на меня понимаешь? Да. Я себе интереса не ищу. Я тебе ищу интерес. С первого дня. Ни едино прихоть их жены. Ни на какие условия. Первого условия, которое поставлено, назад возврата нет. Без моего ведома ни одного шага. Ушла с концом. Все на этом. Назад уходу не будет. И сдох. Сдохла собака. Больше ее там не будет. Так, мы уходим. Давайте помолимся. Так, имеешь что-нибудь сказать? А откуда у вас идея появилась такая? Как? Кто-то что-то сказал? Или вы сами как-то? Откуда? Я молюсь. Я сказал еще во Франции, когда были. Если коснется вам быть в России, я увидел подходящее. Я сказал, или ты приобретешь, или потеряем последнего. Я там сказал, во Франции. Почему? Все время дорогой в молительном состоянии были. И когда увидел, сказал, назад возврата не будет, если вы уедете. А то у нас запись осталась. Здесь я говорил, и здесь говорил. А то у меня не наити. Я узнал где-то. Я от Бога узнаю. А человек, который что-то мне говорит, я только нахожу подтверждение. У меня откровения от людей-то почти никаких и нет. Больше времени я вот работаю, целый день там копаюсь, палец оказался выбитый. Не могу зажать ничего. Кто-то знает, кто-то вставил мне его. И все время молюсь. Хожу, пою, отчинаш, молитвы где-то. Я умом нигде не блуждаю. У меня голова работает на двух-трех каналах все время. Размышляю, составляю проповедь. В это время куда-то надо поехать. Как бы вместе с вами я одновременно начинаю здесь. Вы у меня вот здесь вот, не мимо. Я вас никак не могу разделять. Но только поставь. Помолитесь. Встаньте перед святыми образами. И так скажи. Муж глава. И все. А жена да учится безмолучиться. Я не муж. Вам. Но у меня есть друг. Друг, с которым мы давно дружим. Я желаю ему блага. Большого блага. Повторяю. Что у меня ничего нет. Но у меня есть то, что у других нет. У меня есть великий страх Божий. И любовь ко всем вам. Сейчас вот удивляются. Деньги какие-то. Вы еще деньги сами рисуете. Я купил 33-х литров в банах. Сейчас в Варнаулу их гоню. Записываю. В первую очередь больных. В вторую очередь врагов записываю. Всех отделить. Которые ушли из общины. Всех найти. По 3 литра. Почему? Все люди-то хорошие. Все где-то как-то помогали. Кто-то что-то. Найти всех. А дальше тех, кто помогал в издании книг. На 30 тысяч купил меда. И чувствую, что это не предел. Не хватит. Была такая-то операция? Не было. Они от одной банки падают в обморок. А у нас все есть. Почему? Бог. Ах, откуда я это узнал на молитве? И уже пошли отзывы какие. Мне похвалы не надо. Это не мое. Поэтому ко мне никак не относятся. Ни банки, ни мед, ни деньги. Я всего лишь хитрость убрал. Павел говорит, допустим. Хитрость убрал. Но воспользовался я чем-то. Я даже на язык не взял этого меда еще. Мне хочется сказать, все вы были счастливы. Счастливей, чем вчера. И всегда радовались. Аминь. Ну, вы можете опровергнуть славу моей? Спаси Христос. Да нет, конечно. Может, я говорю только, треплюсь языком, а на практике ничего не делаю от этого? Или что-то есть из этого? Ну, вот Иоанна удивляется. Ты думаешь, что ничего этого нет? Откуда такое беспокойство, да? Беспокойство? На народном месте. Я поднимаю всех на ноги. Почему? Потому что у меня беспокойство над Богом. Я на молитве бывает так. Если меня Бог посетил, чувствую падением, два-три дня меня уже никто не трогает. Я только на коленях стою и плачу, и плачу, и плачу. И, наконец, душа вырывается оттуда. Мне Бог дал особый дар, который я просил. Дар слез. Мне, как кажется, в другой раз, линолеум размокнет. У меня начинается обезвоживание организма. Это всегда падение, когда люди. Я сильно заскорбел о вашей душе. Имена вашей. Ну, и о нем. Потому что, ну, первый месяц, еще он как-то будет, ты уже многое упустил. Он сделал все для вас, а не надо было все делать. Так, молимся. Господи, прости меня, грешеный. И помилуй нас. Если я чем, Господи, огорчил тебя, ты меня прости и помилуй. Пособи нам в этом деле. И в работе, и в делах. И чтобы труд наш был полезным и безопасным. Сохрани эту семью. Ой, она отвратива ум от того места, где она была. И с помышлением исторгни у нее это. Это ее дом. Ее община. Ее семья. Сделай истинной благовестницей. Во всем послушной мужу безмолвной, любящей молитвеннице. Займи ее и физическим трудом, Господи. Только ты это можешь сделать. Павел говорит, что трудился руками своими день и ночь. Господь наш. Ты дивно велик. Ты живой Бог. Слышишь живую молитву от живых душ. Прости нас. Ты соединялся с любовью Твоей явленной на кресте. Тащися нас в крови Твоей причистую, пролитой на Голгофском кресте. Хвала Тебе. Слава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Из этого только наружный какой-то один моток бывает грязный. И той, и той чистый где-то можно со стола стереть. Наряжу эти целые коробки будут. Так, мы ушли. Масей Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. С Богом. С Богом.